всем приветики с вами владимир вольский и муслим снова мы попали на советскую дачу в этот раз мы усовершенствовались приобрели яйца и привезли сковородку для блинов а анна смотрите как начала готовить прямо на мангале мы решили все-таки яички сделать что прямо с пылу жару лук лучок она просто молодец муслим разжигал так что на открытом огне и шинку все как то самое в лучших домах парижа и лондона да все всех она будет кормить всех вот сегодняшний у нас приезд уже в холодное время суток автомобиль обошелся 390 гривен такси в одну сторону хотя таксиста ставили и 700 гривен и выше добрались быстро пробок нет в одессе летают дроны какие-то непонятные вот но на даче все спокойно дача никому в общем то не нужна здесь никого нет здесь уже все это самое практически перешли в мир иной здесь некого взрывать вот так выглядят наши нажитки все пожитки привезли еще одну камеру вот такую вот интересно камеру настроили и она получается наша комната смотрите а как ремонт уже и вот камера она двигается за этим за движением видите ходите вы она двигается за вами вот китайцы нам с фрибис прислали очередную камеру вообще молодцы так что будем ее использовать здесь наверняка есть так происходит обед но вот мы и шинку на завтрак вернее прием пищи поэтому всем приятного аппетита и начинается день на советской даче решили немножко освобождать контейнер в котором целая куча всяких шкафов потому что в контейнере надо что-то нужно поставить зимой нужно топить чем-то а так у нас дрова украли мы будем пилить вот такие вот куски старой кровати куски шкафов и потом будем всем этим растапливать печь чтобы было тепло в комнате потому что дров то у нас больше нет что-то не очень любители не очень любят печь и и и и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По ночам особенности... Подожди, а бабушки вот эти как же... Так на последнем видео 700 чем-то просмотров было... В СБУ нет столько людей... Чтобы смотреть 700 раз... Ну а деньги идут, подожди, курочка по зернышку, деньги капают... Так, это самая приходит популярность из местности... Да... Если же избу смотрит, то блин... Галя, ты посмотри... Бывает... В дедушкином шкафу вот такую штукенцию... Долго думали, что это такое... Но, скорее всего, это что-то, чтобы выдавливать... Похоже на чеснок... Анна помыла с кипяточком все... Хотя оно, видите, такое засаленное... Вот какое-то... Но... Вот мы вымыли... Вот... Вроде мы с ним чистое проверил... Да... Ну, это надо, знаете, вываривать кипятком... Это... Много очень таких штучек... Где прилипает... Ну, вот... Короче... Моя первая половина... Вот у меня один в один... Да... Очевидно... Ну и все... Будем отрывать... Давайте отрываем эти штуки... Ну, давай... Зачем их отрывать? Ну, с ветками не закроются просто... Давай... Как не закроются? Это же надо надавливать просто... Ну... Ну, толстые ветки не пойдет... С мелкими еще куда-нибудь... А, наверное, лучше бубочки, на самом деле, отрывать... Вот так вот все-таки... Наверное, все-таки, мысленно... Зачем? У меня подозрение такое, что с бубочкой им будет веселее... Понятно... С бубочки, точно... Немного, видите... Одна-две громкие сюда влазят всего лишь... А руки уже все синие от винограда... Так, чтобы нормально пошло... О! Пошла жара... О-о-о-о! То есть, оно плюхнет куда-то? Видно там? Да... Смотрите, пошел... О-о-о-о... Ну все, хара... Берем тебе чашечку... Да и так... О! И сливаем... О! Вы видите? Вообще похож на компот... Ну с этим... С мякотью... Ну все... Муслим... Жизнь отдалась... Да... Ну вот все получилось... Часик, кстати, прикольно... Один блинчик... Жмых остался... Ну оставим пока жмых... Давайте поделим чуть-чуть... Ну давайте... Пробуйте... Вот так и делается виноградный сок... Дрогнем... Дрогнем... Он не такой уж кислый и ядреный, как я думал... Угу... Идеальный... Как женщины... Анна, неси еще кивету... Ногами... Ну неплохо... Как женщины давят... С любовью ногами... Короче, мы жмых выкидываем просто в банку... Вот этого... Вот пластиковую бутылку разрезали... И все, потом... Выкинем... Или на удобрение... Нормальности пойдет на удобрение... Муслим знает толку в удобрениях... Да... Я удобриваю... Только так... Вот так... О... Красота... Мойка... Класс... Проще... Быстрее... Корон, хрустит приятно... Можно на пол... Для лучшего упора и ногой... О... Хрустит... Булькает, видите... Побулькивает... Так, конечно, можно мозоли натереть на руках... Но мне кажется, здесь меньше влезло... Ну... Зато быстрее... Зато быстрее... Вот так... Видите... По чуть-почуть... Глядишь так... Камень точит... Нет... Не силой... Каким-то там что-то падением... Вода точит камень, не? Не, ну там же... Не... Капля камень точит... Типа не силой... Во... Все... Капля камень точит... Не силой... А частым падением... Во... Ветка выжатая... Видите, какая прямо... Не экономная, конечно... Первая, по-моему, поэкономнее была... Видите, как муслим... Ногой еще придавливает... Рукой придерживает... Чтобы эффективнее было... Вот так... И получается... Смотрите... Может... И Виктору полстаканчика налили... И здесь... Это самое... Делаем... А иначе... Да, уже два стакана... Иначе виноград просто пропадет... Но это самое... Божественное елей... Я бы так назвал это все... Понимаете? Смотрите... Вон какой... Сейчас мы еще Анне дополним... Анна ликует... Анна ликует... Смотрите... Получилось три больших... Полных кружки... Вот так вот... Винограда... С такой... Кюветов... 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 Чуть-чуть... Буквально... Минуту... Есть... Вот... Еще мы чуть отлилили... Даже получачки Виктор... Очень хорошо... Сейчас будем дегустировать... Давай, Муслим... Ой... Божественный елей... Елей... За здоровье, так сказать... Отлично... Сладкий виноград... Немножко какой-то... Травянистостью отдает... Наверное, за счет костей... Которые туда... Может... Просочились... Или жмых... Туда жмых попадает... Дает немножко терпкости... Не жмых, блин... Как сказать... Виноград сам чуть тепкий... По лусам текло... В рот не попадало... Вкусный... Не очень концентрированный... А на большее? Тот, который покупной... Прям... Сильно более концентрированный... Покупной... Сильно более концентрированный... Такой вот... Который красный... Ну да... Это такой... На лайте... Да... Терпковатость... Но он приятный... Освежающий... Там вот такой вот... Похож на... На компот... Какой-то... На одесские соки... Вот это с мякотью... Которые... Вот такой вот он... Вот такая консистенция... Видите... С мякотью идет... Но вкусно... Рекомендую... Муслим нашел вот такую вот штуку... Похожую на руколу... И говорит, что это рукола на вкус... Похожа на рукола, да... Так что он теперь ее очищает... И попробует потом принять внутрь... Но мне кажется, что это обычный... Этот... Обычный сорняк... Так это типа одуванчик... Типа одуванчик... Сорняк какой-то... Вот такие чурбаки пилим... Для костра... Это фруктовые веточки... И все сюда... Чурбаки... Вот так выглядит у нас обед... Это курица... Курица значит стоит... 70 гривен килограмм ножки... И овощи... Вот так на сковородочке она научилась... Делать... Так что у нас овощи с дымком... Курочка с дымком... И сейчас начинается у нас обед... А Муслим уже саны вот там... В чиллауте... Давай тебя наведет... Прямую трансляцию... Рассказывай, что ты тут... Готовишь... Видите, прям это... Боль... Еще лучше, чем в Лондоне и Париже... Как вот... Вот это прям... Посмотрите... Чудесно... Парфектно... Ааа... 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 Ну потом надо будет перевернуть, да... Ну вроде красиво... Ааа... Ааа... Ну так веселее... Ну да... Мы же должны как-то это вот... Чтоб эта дача прям впитала... Ну да... В себя... Из себя выпитала... Не, наверное, через 10 будет нормально... Ну да, но... Не, ну честно... Если оно и так нормально, то хуже не будет... Ну да... Тогда волосами... Можно просто потеточку переставить... Оооо... Вот так Анна снова потрудилась... И у нас появился обед из курицы... Кабачков... Перцев... И как обычно острых соусов с газировкой... Красота! Всем снова приятного аппетита! Амна решила скатерть поменять... И... Зелененькую... Теперь у нас... Китайский... Индийский стиль... Столик покрыт... Как на рынке вот... Или вот они... До этого были постельные... Пастельные такие... Танаву... Покрывало это вот для столика... А теперь... Зелененькие... Зелененькие... Вот очистки... Наверняка стерильные... Тем временем... Муслим... Жонглирует шариками... Вместе с Анной... Давай даже звук окидай... Ха-ха-ха-ха! Чё? Кидай пять... Одной... А потом... Нет... Один кидай... Д BMW... Не на оборот... 3 п novembre... А что делать? Вот этот... Отяженный трех... Давай мне задолжение... Нет... Я тебя типа кидаю... А ты... Нет... Ты кидаешь тоже... Ловишь и кидаешь... Таке таке таке... Одновременно делped Ha-ra das alone... Я была сосредоточена словить то, что ты кидаешь. Ну, давай. Ну, почти. Боже мой, мы скоро будем выступать в церкви веселее, муслим. А потом три, всё правильно. А потом он типа летит и ты кидаешь двумя. Ну, уже лучше, да. Мы как в средневековье с муслимов в церкви выступаем. А потом идит постоянно в воздухе. Ты типа три кидаешь и нужно постоянно кидать. Надо быть расстояние подальше, чтобы она успевала летать. Какая общительная собака. Это соседская. Ловит фазанов. Ну, не так что она их ловит, она может их собирать, да? Да. 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 Да.